Ребят, всем привет! Если вы наткнулись на это видео, вам дико повезло, потому что в этом видео я вам покажу полную оптимизацию MIUI 11 от А до Я. Что вам даст оптимизация MIUI 11? После оптимизации вы заметите, что ваш аккумулятор стал держать дольше, телефон начнет работать почти аж в два раза быстрее, свободной памяти станет у вас больше, также мы удалим все лишние встроенные программы, отключим рекламу. Также вы заметите, что ваш мобильный интернет начнет расходовать меньше мегабайт, потому что мы запретим доступ в интернет тем программам, которым они не нужны. Также мы увеличим звук в нашем телефоне и добавим еще пару интересных фишек, которые не покажет ни один другой блогер. Я даже уверен, что многие сейчас блогеры, которые снимают про Xiaomi, возьмут за основу мое это видео и начнут клепать такие же ролики про оптимизацию. Вам не надо отдельно смотреть видеоролик, как отключить рекламу, отдельно смотреть ролик, как оптимизировать батарею, как ускорить смартфон, удалить приложение. Все это я собрал в один ролик, посмотрев который вы сэкономите. Самое важное, что у нас есть, это наше время. Если тебе нравится такая затея, ставь лайк, поддержи меня, ведь я старался. Ну что ж, ребят, если вы готовы, то давайте начнем. И первое, с чего я хочу начать, это отключение виджета вот этого. Я этим вообще никогда не пользуюсь, зато это жрет аккумулятор, интернет. И плюс очень часто бывает, что я случайно вот так вот сделаю, на что-то нажму, у меня тут что-то открывается. Чтобы этого всего не было, мы делаем следующее. Нажимаем на пустом месте. Нажимаем настройки. Идем в раздел еще. И убираем галочку с пункта лента виджетов. Нажимаем отключить. И проверяем. Ну вот, пожалуйста. Теперь стало легче. Итак, сейчас приступаем к следующему пункту, это увеличение звука в наушниках, ну и в самой системе. Все это мы делаем без root, как я уже говорил. Для этого сюда мы вводим регион. И в поиск вводим Сингапур. Да, ребят. В регионе Сингапур звук у нас максимальный. Как вы знаете, громкости всегда не хватает, но в регионе Сингапур громкость у нас на максимум. То есть выше вы уже просто не сделаете. Только при наличии уже root прав. Поэтому выбрали Сингапур и можете быть спокойны, что вы сделали все по максимуму. После того, как выбрали регион, нам нужно перезагрузить наш телефон, чтобы регион начал уже действовать. Итак, телефон включился. Теперь вы можете проверять, звук у вас станет громче. Я вам это гарантирую. Итак, после этого мы заходим в Play Market. Убедитесь в том, что у вас включен интернет. После этого нажимаем на третьи полосы. Идем в настройки. И здесь нам нужно скачивание приложений. Делаем всегда спрашивать. Далее автообновление. Выбираем никогда. У вас будет стоять, скорее всего, на Wi-Fi. Также заходим в уведомление. Здесь убираем галочку автоматическое обновление. И оповещать об обновлении. Тоже отключаем. Мы будем сами выбирать, когда нам обновлять. И стоит ли нам вообще обновлять. То есть, это все мы сможем уже выбирать сами. Следующий пункт это отключение ненужного хлама. Такие приложения, как Redmi System и так далее. Это все на Android 9, на Android 10 не работает. Посмотрите, сколько здесь всего ненужного. Здесь очень много всего ненужного. Поэтому все это надо отключить, удалить. И для этого мы идем в настройки. Не надо скачать никакие программы, типа Redmi System и так далее. Это все на Android 9, на Android 10 не работает. Мы в поиск здесь вводим экономия заряда батареи. А вот видите, внизу появился пункт. Заходим сюда. И здесь выбираем программы, которые вам не нужны. Например, карты. Нажимаем остановить. И отключить. Друзья, смотрите. Мы отключаем эти приложения. То есть, они полностью не исчезают. Они как бы остаются в системе. Но занимают буквально там не вот 46 мегабайт, как сейчас. А буквально пару килобайт. То есть, это программа, что есть, что нет. Но то, что мы его не удаляем полностью, это плюс. Потому что в любом моменте мы можем это все включить, если вдруг нам надо будет. Поэтому продолжаем отключать все то, что вам не нужно. Не бойтесь отключить то, что отвечает за работу системы. Потому что те приложения, которые отвечают за работу системы, их отключить нельзя. Там вообще ничего нельзя сделать. Отчеты. Отключить нельзя. Но зато можно остановить, чтобы они не работали. Идем дальше. Средства просмотра документов. Мне это не надо. Удаляю. Яндекс. Удаляем. Лазада какая-то. Удаляем. Нетфликс. Удаляем. Шарами. Останавливаем. Ну, короче, вы поняли. Вот таким вот образом мы удаляем все, что вам не нужно. Особенно такие программы, как Google Play фильмы, Google Play музыка и так далее. Принцип вы поняли. Я сейчас не буду полностью удалять, чтобы видео долго не шло. Вы удаляйте, а я продолжу. Теперь, ребят, я вам покажу то, что не покажет вам ни один другой ютубер. Это относится к рабочему столу. Тут уже на любителей. Если вы хотите, можете повторить за мной. Если нет, тогда этот пункт пропускаем. Итак, спускаемся в описании под видео. Там будет ссылочка на один очень интересный файл. Идем в проводник. Вот на этот файл. Скачиваем этот файл. Нажимаем на него. Установить. Этот файл называется рабочий стол. После этого нажимаем открыть. Далее мы идем в настройки. Идем ниже. И находим пункт рабочий стол. Заходим в рабочий стол. Здесь мы видим, что появились у нас два лишних пункта. Выбираем рабочий стол. И здесь мы ставим с меню приложений. Окей. Теперь у нас, смотрите, что стало. Снизу вверх. Вот так вот. Это очень удобно. Но, опять же, на любителя. Далее нам нужно это все настроить. Идем в рабочий стол снова. Здесь заходим в AppDrew. Убираем эту галочку. Также мы заходим в Background. И здесь выбираем прозрачность заднего фона. Ну и цвет. Например, если мы хотим, чтобы у нас сзади, в приложении был фон рабочего стола, то ставим на System. И здесь ставим прозрачность на 100. Вот так вот. Нажимаем Apple. Идем и оценим это. Вот, пожалуйста. Видите, красотюнь. Сверху мы видим какие-то вкладки непонятные. Для этого мы идем в рабочий стол. Далее мы заходим в AppDrew. Здесь нам нужно нажать Manage App категория. И убрать отсюда эту галочку. Теперь идем и проверяем. Во, красота. Все, теперь можете наслаждаться вот таким вот рабочим столом. Смотрите, вот здесь вот мы можем удалить эти программы отсюда. Remove. Нажимаем вот так. Чтобы у нас был один рабочий стол. Вот так вот. И, конечно же, это все тоже мы можем удалить. Remove. И если нам нужно, например, где у нас звонилка. Вот звонилка. Мы ее перемещаем сюда. То есть, ну, наводим красоту, короче. Где там SMS-ки у нас. Берем SMS-ки. Сюда. Вот так вот. А это все можем отсюда удалить. Согласитесь, рабочий стол стал красивее. Итак, далее нам нужно отключить рекламу. Идем в меню приложений. Здесь заходим в загрузки. Нажимаем три точки. Настройки. Получать рекомендации. Вот как раз-таки этот пункт отвечает за то, что мы получаем рекламу. Отключили. Ок. Это не только сэкономит нам батарею, но и уменьшит расход мобильного интернета. Далее, ребят, нам нужно будет зайти в браузер. Здесь нажимаем эти три полоски. Настройки. Здесь нам нужно зайти в безопасность. И здесь, смотрите, есть пункт, который так и называется. Получать персонализованные рекомендации и рекламу. Черт подери. Убираем этот пункт. Ну и все, что вам еще нужно будет. Выходим отсюда. Далее, заходим в музыка. Нажимаем сюда. Сюда. Настройки. Далее, расширенные настройки. Вниз. И получать рекомендации. Отключаем. Если про какой-то пункт забуду, пишите в комментариях. Заходим в проводник. Три полоски. Настройки. В принципе, вот таким вот образом мы отключаем рекламу везде. Убираем. Заходим в темы. Нажимаем сюда. Настройки. Получать рекомендации. Убираем. Далее, ребят, заходим в пункт безопасность. Настройки. Идем вниз. Получать рекомендации. Тоже отключаем. Итак, теперь идем в настройки. Спускаемся вниз. Расширенные настройки. В самом внизу есть пункт конфиденциальность. Спускаемся еще ниже. Вот здесь вот эти галочки убираем. Заходим в рекламные сервисы. И здесь тоже эту галочку убираем. Возвращаемся назад в настройки. Идем в пароли безопасность. Ищем пункт доступ к личным данным. И здесь убираем галочку с пункта MSA. Что такое MSA? Меня часто спрашивают. Расшифровывается этот пункт как MIUI System Ads. То есть MIUI системная реклама. То, что отвечает, в принципе, за рекламу на вашем смартфоне. Поэтому отключение этого пункта обязательно. Также можно отключить MIUI DEMON. Отключаем тоже. После этого рекламы у вас уже нигде не должно быть. Некоторые пишут, что якобы, если зайти и поменять название папки, будет тоже отключить рекомендацию. Но в MIUI 11 я этого пункта не обнаружил. А теперь, ребят, давайте сэкономим наш трафик, мобильный интернет, также Wi-Fi, плюс аккумулятор. Короче, тут все взаимосвязано, понимаете. Отключаешь одно и сразу же становится выгода всем, всей системе. Итак, заходим в безопасность. Спускаемся в самый низ. И здесь мы видим передачу данных. Да-да-да, это меню скрыли. Сетевые подключения. Смотрите, те программы, которые употребляют 3G, 4G, и здесь те, которые пользуются Wi-Fi. Мы что делаем? Нажимаем на этот пункт и отключаем сразу за нафиг все. То есть мы ограничиваем доступ к этим программам в интернет в тот момент, когда мы не заходим туда. То есть если я не захожу в AliExpress, то не надо мне присылать какие-то уведомления, которые, соответственно, жрут батарею. Если вы хотите что-то включить, например, Instagram. То нажимаем на этот пункт и все. Интернет будет разрешен только этому пункту. Это сэкономит реально много мегабайтов. Итак, заходим в системные приложения. И здесь то же самое повторяем. Но здесь нужно будет уже вручную ограничить доступ в интернет разным программам. Например, Duo. Хоп, убрали. Facebook сервис. Хоп, убрали. Gmail. Хоп, убрали. Ну и так далее. Короче, это все настраиваем. Далее нам нужно будет зайти в Wi-Fi. Ну и здесь настроить то, что вам нужно. Плюс можно назвать на эти три точки. Фоновые подключения. И здесь тоже ограничить доступ к некоторым приложениям. Это вам сэкономит не только интернет, но и, конечно же, батарею. Также не будет нагружать наш процесс. Вы здесь настраиваете все под себя. Ну а я расскажу, что нужно делать дальше. Ребят, вот согласитесь, очень неприятная ситуация, когда тебе приходят уведомления от программы, которые тебе не надо. То есть ты как бы хочешь получать уведомления, но тогда, когда ты заходишь в нее. Но очень часто приходят уведомления с разных программ, типа того же Алиэкспресс, но мы не хотим получать уведомления о каких-то акциях там всяких и так далее. Что нужно делать в таком случае? А ведь это жрет батарею, потому что в фоновом режиме работает. Плюс еще интернет кушает. Для этого мы идем в настроечки. Спускаемся вниз. Питание и производительность. Заходим в пункт контроль активности. Здесь мы можем ограничить эту работу в фоновом режиме любым программам, которые мы хотим. Например, тот же Алиэкспресс, который постоянно присылает всякую херню. Нажимаем жесткое ограничение. Ок. Все, приложение больше не сможет работать, когда у меня, например, экран выключен. Или я просто лажу где-то в меню, но не захожу в эту программу. Пусть оно работает, когда я зайду. После этой настройки, поверьте мне, ваш телефон скажет вам спасибо. Плюс того, что мы ограничиваем, также заключается в том, что, например, у вас телефон в кармане. На улице зима, холодно, вы идете. Вы слышите, что вам пришло какое-то уведомление. Вы думаете, наверное, какая-нибудь важная смс. Достаете, а там какая-нибудь акция на Алиэкспресс, которая вам нафиг не нужна. Поэтому делаем жесткое ограничение всем приложениям, от которых вы не хотите получать уведомления. Настраивайте этот пункт, а я расскажу вам, что нужно делать дальше. Далее спускаемся вниз. Здесь есть пункт аккаунт и синхронизация. Если прошло более 5 минут после того, как вы зашли в Play Market, ввели свой аккаунт и также зашли в Mi Account, то советую отключать этот пункт, потому что этот пункт очень-очень хорошо жрет аккумулятор. Также, ребят, в шторке смотрите, чтобы не было включено ничего ненужного. Например, GPRS мне не надо. Автояркость я вообще ненавижу. Я люблю сам настраивать все. Ориентацию я всегда выключаю. Ну и NFC. NFC, если вам не надо, тоже врубайте, ведь это все жрет аккумулятор. Идем в настройки. Также я советую зайти в расширенные настройки, безграничный экран и пользоваться жестами. Потому что это сэкономит, во-первых, рабочее пространство, экран станет больше, пустого места будет больше. Ну и, конечно, жестами управлять намного легче. Но тут уже, конечно, на цвет и вкус. Если вы не хотите пользоваться этими жестами, то пропускаем этот пункт. Ну и последний пункт, который я вам хочу показать. Заходим в настройки. О телефоне. Версия MIUI. Тапаем много-много раз сюда, пока мы не станем разработчиком. Далее идем назад. Идем вниз. Расширенные настройки. Идем еще ниже. И видим пункт для разработчиков. Заходим сюда. Здесь тоже все настраивайте под себя. Только потом не убирайте эту галочку. Иначе все, что вы делали, все будет зря. Ну что ж, автоматические обновления системы. Надо вам? Не надо? Я думаю, не надо. Отключаем галочку. Спускаемся вниз. Ищем какие-то полезные настройки для вас. Аппаратное ускорение. Почему бы нет? Пусть будет. Идем ниже, ребят. Здесь будет пункт, который относится к анимации. Вот этот пункт. Здесь я советую выставлять на 0.5. И вы заметите небольшую разницу в работе системы. Потому что анимация тоже влияет на работу системы. И чем меньше анимации, тем аппарат быстрее работает. Потому что у него нет никакой нагрузки. Включаем GPU ускорение. Идем ниже. Также я ставлю галочку на вот этот пункт. Здесь в самом внизу также уведомлять об опасных функциях. Это все чепуха. Поэтому эту галочку мы можем убирать. Включать оптимизацию MIUI. Спасибо, нам не надо. Мы сами это все будем оптимизировать. Ну и на этом все, ребят. Теперь вы заметите, как ваш телефон стал работать шустрее. Вы обязательно поставите лайк этому видео. И напишите, что я красавчик. Я просто в этом уверен. Ребят, мне очень приятно, что я вам смог помочь. Что я помог вам оптимизировать вашу систему. Пользуйтесь данным способом на здоровье. Обязательно поставьте лайк. И напишите хороший комментарий. Ну и не забываем подписаться на канал. Потому что на канале все про Xiaomi. Будет всегда куча всего интересного. То, чего нет у других блогеров. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok